Каждый ребенок мечтает провести новогодние праздники дома, в кругу семьи с елкой и подарками. Но из-за болезни некоторые дети вынуждены находиться в больничных палатах под наблюдением врачей. Елка, которая устраивает медфуд, поможет детям хотя бы на время забыть о недуге. Детки очень ждали праздник, учили стихи, повторяли песни и очень-очень ждали. Детки у нас лежат в основном около 10 дней, и, конечно, в эти дни, если совпадает праздник, очень хочется чего-то новогоднего. Мы вместе с детками украшали отделение, делали поделки, ну, в общем, создавали новогоднее настроение. Елка поднимает настроение и, конечно, способствует выздоровлению. Дет, Мороз! Я спешил на праздник, пора, я вместе с ним. Дет, ура, я здесь праздник! Вижу, вижу, собрались, и меня высочались. Для маленьких пациентов подготовили праздничное представление, в котором они принимали непосредственное участие. Одни рассказывали стихи, другие пели и танцевали. И, конечно, какой Новый год без хоровода? Дети охотно подпевали самые популярные новогодние песенки. В заключение их наградили сладкими подарками. Большое спасибо за помощь. Спасибо. Спасибо за такой праздник хороший. Вы прямо молодцы. Всем душу повеселили, оставили такой большой кусочек тепла, солнца. Да? Согласны? Да! Поздравляем всех детей, родителей, всех жителей Забайкальского края с наступающим Новым годом. Новый год – время мечтать, надеяться, верить в то, что ничего невозможного нет. Пусть все задуманное осуществится в Новом году. Всем желаем счастья, здоровья, всего самого доброго. Даже в условиях больничных палат дети продолжают радоваться жизни. Ведь они знают, что скоро вернутся в привычной домашней обстановке, к своим родным. Анна Гладышева, Андрей Шаронов. Время новостей.